Привет! Сегодня я дам несколько полезных, хороших советов при внезапном приступе астмы. Если у вас нет специализированных аэрозолей, которыми пользуются все астматики, или просто закончился этот аэрозоль, например, ночью, и больше ничего нет, воспользуйтесь этими полезными советами. Совет номер один. Ячменный кофе. Продается ячменный кофе в обычных банках, там прямо и написано, ячменный кофе. Можно пытаться глотать или сжевать этот кофейный порошок. В морозильнике есть такая специальная пластмассовая штука, почти в каждом холодильнике. Наливайте в нее чистую воду, замораживайте, и пусть она у вас постоянно там находится. То есть кубики льда у вас постоянно должны быть наготове. Осторожно пытаемся разжевывать кубик льда. Во многих случаях это тоже помогает. Дальше, следующее средство. Это горчичники. Купите горчичники, не забывайте их обновлять, потому что у горчичников есть свой срок годности, и чтобы у вас горчичники постоянно были в квартире. Необходимо смачивать горчичник и прикладывать их к икрам. Икры на ногах. К обеим икрам. Можно осторожно все замотать. Ну и чтобы горчичники поработали, то есть попекли. Во многих случаях от горчичников также приступы астмы прекращаются. Далее, следующим средством служит нашатырный спирт аптечный, который продается в аптеке. Купите себе баночку нашатырного спирта и пусть она постоянно у вас находится в квартире. Необходимо просто осторожно взять кусочек ватки, смочить нашатырным спиртом и его пытаться несколько раз нюхать. Далее, при приступе астмы часто знающие люди применяют такую методику. Берут мочалку, желательно вот такую специальную мочалку, чтобы она здесь была довольно такая шершава. Вот такая. Есть и другие. Кстати, есть и щетки специальные банные. Щетка тоже подойдет. Так вот этой мочалкой, вот этой стороной очень шершавой, начинают хорошо растирать абсолютно любые части тела. Просто идете с ног до головы и все быстро вот так на сухую растираете. Ну и чтобы приступы были намного реже, есть такой отличный старинный рецепт. Берете, покупаете траву полыни горькой. Приготовьте тарелочку, которую вы будете применять. Кстати, можно использовать также пепелицу или что-то подобное. Раскладываете туда небольшое количество сухой травы полыни горькой и подпаливаете ее, чтобы она начала дымить. Вот этим дымом где-то один раз в день по 2-3 минутки необходимо дышать.